Я спросил читателей своего блога, стоит ли делать обзор смартфона Honor 8X, ведь этих обзоров на ютубе уже множество. И несколько человек ответили, что да, конечно стоит, ведь ты расскажешь про него то, что не скажут другие. Конечно, расскажу. Все говорят про процессор мощный, память, камеры и так далее. Я скажу про другое. В этом смартфоне есть то, чего не хватает во множестве других китайских смартфонов. Здесь есть NFC, здесь раздельный лоток, то есть можно поставить две сим-карты и карту памяти. Здесь есть разъем наушников. Ну а кроме того, да, он безрамочный, он красивый, у него неплохая камера, у него очень емкий аккумулятор. Ну и все остальное сейчас расскажу подробнее. Honor 8X стоит 17 990 рублей с памятью 64 гигабайта и на 2000 дороже с памятью 128 гигабайт. Как я уже говорил, сейчас скидки в честь 11.11 и можно купить его еще дешевле. Цвета бывают черный, красный, синий и вот они вот такие вот переливающиеся, очень красивые. Экран огромный, 6,5 дюймов, но на самом деле не стоит этого пугаться, потому что соотношение сторон экрана очень большое, 19,5 к 9. И фактически этот телефон по размеру не больше, чем вот 5,5 дюймовый смартфон. У меня в руках Huawei P10 Plus и в общем ширина у него точно такая же, но вот Honor чуть-чуть подлиннее. То есть одной рукой пользоваться им вполне удобно. Углы экрана скругленные, есть та самая монобровь, но монобровь тут хитрая. Вот посмотрите, сейчас она вроде как ее и нету, нет вот этого вырезана. При этом сверху над экраном написаны, есть значки Wi-Fi и значки батареи и прочее. Это вот один из режимов. Второй режим, когда монобровь все-таки включена. Это называется темная область сверху. Вот сейчас я ее включаю, вот она будет вот такой. Кому как больше нравится. На самом деле вот такой режим, мне кажется, устроит всех, потому что и нету раздражающей моноброви, и используется пространство сверху экрана. Экран безрамочный, 91% от площади поверхности он занимает, и на нем помещается очень-очень много. Как я уже говорил, главное преимущество NFC, который тут есть, работает оплата телефоном, и все удовольствия связаны с NFC, чтение карты тройка и прочее. Тройной лоток, покажу как он выглядит. Вот такой вот длинный-длинный лоток, в который помещаются две сим-карты и карта памяти. И все это работает одновременно. Еще очень важный момент. Две сим-карты одновременно могут работать 4G. Это означает, что в Москве можно пользоваться Tele2 в качестве второй симки. В Москве нет у Tele2 частот GSM, поэтому если у смартфона вторая симка только в 2G, то Tele2 второй симка работать не может. А здесь может, без проблем. Процессор быстрой, собственно, разработки Huawei Kirin 710, 4 ГБ оперативной памяти, ну 6428 дополнительный, это я уже сказал. Что еще? Есть разъем для наушников. Нормальный, 3,5, все как надо. Есть два микрофона. Вот один микрофон дырочка, второй микрофон. Они используются для записи стереозвука при съемке видео, и, наверное, используется второй микрофон в качестве шумоподавителя при разговоре. Ну вот, задняя поверхность такая красивая, синяя, блестящая, но вот я, когда вам показывал, все блестело и все было красиво. Сейчас я некоторое время попользовался телефоном, и я думаю, что вы видите, что он начал уже блестеть не так красиво, потому что он весь, как говорится, залапанный. Но в комплекте есть вот такой прозрачный бампер, который можно надеть на телефон, и, во-первых, он будет лучше выглядеть, а во-вторых, он будет хоть немножко защищен от падения. В комплекте зарядное устройство 5 вольт, 2 ампера, и такой кабель. Быстрой зарядки здесь нет, ну, разве что, если не считать 2 амперную зарядку быстрой. И разъем не Type-C, а microUSB. Ну, это вот такая плата за то, что телефон стоит недорого. Ну, должен же он хоть чем-то отличаться от флагманов, которые стоят в два раза дороже. Камера. Камера тут двойная, 20 мегапикселей основная, и дополнительные 2 мегапикселя, которые, скорее всего, используются только для размытия фона. Но при этом камера снимает, даже не буду говорить неплохо, скажу хорошо. Это немножко хуже, чем у флагманов, но при этом получаются очень достойные снимки. Кроме того, у камеры здесь есть искусственный интеллект, вот есть отдельная кнопочка выключения, которая распознает 500 сценариев и 22 категории. То есть, если вы наведете на какую-то тарелку с едой, он догадается, что это еда, и будет ее пытаться делать максимально красиво. Если вы наведете на лицо, то он тоже скажет, что это человеческое лицо, и тоже попытается его улучшить, как только можно. Так, что еще? Динамик один. Опять же, стерео нету, но играет уже хорошо. Здесь есть радио, чего часто нет на многих телефонах. Разблокировка. Ну, самая быстрая разблокировка – это отпечатком пальца. Есть разблокировка по лицу. К сожалению, нет режима, который некоторым нравится, когда просто нажимаешь кнопку и попадаешь на рабочий стол. Нет, вот только через панель разблокировки. То есть, придется, даже если все пароли выключены, все равно придется нажать кнопку и сдвинуть снизу вверх. Но у меня сейчас здесь пароль включен, я разблокировал пальцем. В разъеме USB есть поддержка OTG, то есть, могут работать флешки, могут работать какие-то внешние устройства. Вот, например, у меня тепловизор для смартфона есть. Могут работать клавиатуры и мыши, только я не уверен, что это кому-то нужно. Из забавных фишек. Есть такое приложение и такой режим, который называется режим вечеринки. Что это такое? Если в одной комнате находится несколько смартфонов Huawei или Honor, их можно по Wi-Fi объединить в общую сеть. И они все будут вместе играть своими динамиками то, что запущено в плеере одного из смартфонов. Ну, получается, что вот такие, как бы несколько колонок из телефонов. Очень важный момент это аккумулятор и время работы. Значит, здесь аккумулятор 3750 мАч. Многие думают, что это немного, но на самом деле, счастье-то не в миллиампер часах. Потому что вполне допустима ситуация, когда у одного смартфона с аккумулятором 5000 мАч, время работы будет в три раза меньше, чем у другого с 3000 мАч. Значит, что здесь? Я пару дней пользовался этим телефоном как основным. Я пользовался фейсбуком, мессенджером, смс-ками, интернетом, звонил по нему. Ну, то есть, вот просто такое хорошее, нормальное использование. И что меня очень удивило, что за сутки он сел всего на 30%. Это совершенно фантастический результат. И, в общем, судя по всему, он будет всегда работать двое суток, а уж сутки, ну, вообще 100%. Потом я вынул из него симки, оставил подключение к Wi-Fi, оставил работающие фейсбук и мессенджеры. То есть, мне приходили туда сообщения. И в таком виде телефон проработал 10 дней. Это, конечно, очень много. Поэтому с аккумулятором, несмотря на цифру 3750, тут все очень хорошо. Вот такой вот телефон. Ну, естественно, тут есть все Huawei-фишки. То есть, это длинный скриншот, когда делается скриншот со скроллом, сколько бы там ни было экранов. Сделение экрана на две части, запуск двух приложений. Клонирование приложений, но только в данном случае это только Facebook и WhatsApp. Больше я не знаю, что клонируется, но вот штатно вот так вот. Так почему же эта штука при всех удовольствиях стоит в два раза меньше, чем флагманы? Ну, как еще раз скажу, это камера. Она тут неплохая, но она чуть хуже, чем у дорогих смартфонов. Нет быстрой зарядки, то есть зарядка только 5 вольт. И один динамик, не стереозвук. Вот такой смартфон за 17 990 рублей. А сейчас еще и скидки в честь 11-11. В общем-то, очень неплохой вариант. И если рассматривать именно смартфон с NFC, то, наверное, это один из лучших вариантов на сегодня. Спасибо за внимание. Пока. Подписывайтесь на канал.